Сначала мы говорили про последовательность Христа, как нашу религию можно расширить, о том, что сначала их было в 12, потом в 70, о том, как мы можем повлиять на то, чтобы весь мир узнал про религию христианскую. Отлично, спасибо большое, Влад, спасибо, отлично, супер. Мы говорили про умножение, то, что одному человеку о Христе сложно рассказать, и Иисус Христос придет на землю тогда, когда все люди о нем узнают. В общем, чем быстрее мы будем новостью поделиться, тем... Да, диаметрическая прогрессия, абсолютно верно. То есть, это принцип умножения. Спасибо вам большое, отлично, молодцы, друзья, вообще супер. Да, на самом деле, видите, если мы говорим про христианство, то христианство, центром христианства является никто иной, как Иисус Христос. Ну, то есть, вот заберите из христианства Иисуса Христа и все, и это уже перестает быть христианством, ну, само по себе. Вот, сегодня, ну, опять же таки, вы помните, да, цикл, который... Сейчас я немножко, тоже у меня пару слайдов, вот, ученичество и настанечество, принцип умножения в Библии, да. Мы таких четыре рассматривали тексты, это мы говорили... Ну, мы четыре, я тут, скажем, их пять. Мы говорили про Адама и Еву, потом про Авраама, про Израиль, который захватывал земли, про Иисуса Христа и про Небесный Иерусалим. Это когда соберутся все народы, все народы возле престола Божьего и все люди... Это я буквально такое сделаю немножко повторение. Но смысл этих всех текстов показать, друзья, что Бог так задумал мир, что у Бога все идет в процессе умножения. Вот заметьте, как мир наш создан, Бог умножает. Он никогда не делает один плюс один. Он всегда, например, делает так, что все его прекрасные задумки, они умножаются, да, и мы живем в таком прекрасном мире. Например, у нас не одна, там, например, Луна крутится вокруг Земли, а у нас целый небосвод, да, там множество звезд, плеяды звезд. Вот. У нас есть возможность, например, завести не только одного ребенка, а может быть много детей и так далее, и так далее. Вот. Смотрите, сегодня мы будем говорить, вот пятый сегодняшний урок, мы продолжаем тоже эту же идею. Я очень аккуратно подвожу, как бы, вот к основной вот идее, это ученичество и наставничество. Это как помогать другим возрастать в Иисусе Христе, помогать другому человеку духовно расти. Но мы сегодня будем поговорить, ну, как бы углублять этот вопрос. Теперь, вот, что-то, какой предмет, о чем вообще, вот, ну, от умножения, да, умножения, например, чего? Умножение. И вот сегодня мы будем говорить о таком понятии, как называется Царство Божье. Царство Божье – это центральная проповедь Иисуса Христа. Вот если вы вот внимательно пронаблюдаете в Евангелии, о чем проповедовал Иисус Христос, то вначале может показаться, что вроде бы Иисус Христос – это такой был добрый учитель, такой он так всех любил, так всем помогал, всех так лечил. Но ведь на самом деле, если все, что он делал, это было все вокруг, но вокруг чего? Это было вокруг проповеди о Царстве Божьем. И вот эта центральная мысль, идея, мы сегодня об этом будем говорить. Что такое Царство Божье? Откуда это взялось понятие? О чем проповедовал Иисус Христос? И вот мы сегодня вообще, это будет центральная наша тема размышлений. Почему? Потому что именно Царство Божье – это не что иное, как вообще то, о чем мы должны говорить людям. Перед тем, как мы сейчас будем читать библейские тексты, я сейчас выложу вам в сам чат, вот сейчас, секундочку, я выложу в чат, выложу текст, который я бы хотел, чтобы вы сейчас просмотрели мультик такой. Это небольшой мультик вообще про понятие Царства Божьего. Сейчас, секундочку. Вы могли бы у себя запустить на компьютере, ну, для того, чтобы была красивая картинка, не прерывалась, вот эту ссылочку. И мы сейчас через буквально пять минут, мы вернемся вместе с вами, то есть вы посмотрите этот ролик, и мы сейчас вместе с вами вернемся к этому рассуждению. Кстати, вот скажу к слову, вот этот вот портал называется «Библейский проект». Сейчас этот портал переводом вот этих вот роликов занимается команда из Православной Церкви. Вот, то есть подключились в Православную Церковь тоже молодые верующие ребята с Православной Церкви подключились к переводу вот этих роликов, потому что они на библейские темы были сделаны в Америке. Вот, ну вот, к слову, скажу так интересно, что это такой очень классный проект. Хорошо, друзья, давайте сейчас сделаем паузу, вы посмотрите, я посмотрю, и после этого вернемся и будем дальше продолжать размышления. В Библии, в Ветхом Завете, в книге Исаии, есть интересная история. Она говорит о том, что Иерусалим был разрушен Вавилоном, Великим Северным Царством, а еврейский народ был отправлен в изгнание. Некоторые все же были оставлены в городе, они задавались вопросами, что случилось? Неужели наш Бог оставил нас? Да, ведь Иерусалим должен был стать городом, где Бог будет править миром, принесет каждому покой и благословение. Исайя говорит, что Иерусалим был разрушен из-за грехов Израиля. Они отвернулись от Бога, стали заниматься беззакониями, и потому их город и храм были уничтожены. Казалось, что все потеряно. Но история продолжается. На стене города стоит страж, а вдалеке на холмах мы видим посланника. Он бежит к городу и кричит, «Благие вести!» Исайя говорит, как прекрасны на горах ноги благовестника. Прекрасны ноги? Да, ноги прекрасны, потому что они несут прекрасную весть. Что за весть? Весть о том, что несмотря на разрушение Иерусалима, Бог Израиля продолжает царствовать, и сам Бог однажды вернется в этот город, займет свой престол и принесет мир. И стражи начали петь от радости, услышав благие вести о том, что их Бог все еще царствует. В Новом Завете мы встречаем ту же фразу «благая весть». Это греческое слово «евангелион», которое иногда переводят как «евангелие». И когда христиане говорят «веришь ли ты в Евангелие», они на самом деле имеют в виду «веришь ли ты в весть». Но не в любую весть. В Библии эта фраза всегда связана с провозглашением царствования нового царя. В Новом Завете под этой фразой подразумеваются все учения Иисуса. Сказано, что Он ходил, неся благую весть о царстве Божьем. Иисус считал Себя посланником, который несет весть о том, что Бог царствует. Да, но все удивлялись тому, как Он описывал Божье царство. Только подумай. Сильное царство должно быть крепким, чтобы насаждать свою волю и защищаться от врагов. Но Иисус сказал, что «больший в царстве Божьем тот, кто ведет себя как меньший, кто любит и кто помогает бедным». Он сказал, что человек живет в царстве Божьем, когда отвечает на зло любовью, прощая врагов и неся мир. Это царство, построенное верх ногами. Иисус также сказал, что это царство пришло вместе с Ним. Да, есть одна интересная история о том, как один высокопоставленный римский офицер пришел к Иисусу, моля его о том, чтобы он исцелил его слугу. Он даже назвал Иисуса своим Господом, признав власти Иисуса над собой. Иисус похвалил этого человека за то, что он увидел то, чего не видели другие. Что Иисус не просто провозглашал царство Божье, он был его царем. Люди начали говорить о том, что этот еврей из Галилеи говорит и ведет себя так, словно он царь Израиля. Он избирает 12 учеников по образу 12 колен Израиля. Он исцеляет людей, прощает их грехи. Все это настолько испугало лидеров Израиля, что они решили убить его. И Иисус позволил им сделать это. Да, что весьма странно. Особенно, если ты пытаешься стать царем. Именно, но это должно было произойти с ним. Иисус считал, что грех и растление народа Израиля это всего лишь часть проблем всего человечества, которое взбунтовалось против Бога. Это привело к трагедии и разрушению всего мира. Так как же Богу принести свое царство в такой мир? Иисус верил, что подобное можно сделать лишь через жертвенную любовь к врагам. Вот почему в Евангелиях распятие Иисуса описывают как его восхождение на престол в роли царя евреев. Он получил венец, а также багреницу. Его вознесли, но не на престол, а на крест. Как прекрасно ноги, несущие благую весть. А благая весть в том, что Иисус победил смерть. Он царствует, Он лично разобрался с нашим грехом и растлением. Он победил их своей жизнью и любовью. После этого Иисус послал своих последователей идти и провозглашать благую весть о царстве, которое построено вверх ногами. Интересно, видите, такой прообраз написано «Царство, построенное вверх ногами». Мне интересно, вы смогли уловить вот эту идею, почему авторы этого мультика называют «Царство, построенное вверх ногами». Какие у вас идеи есть, друзья? Как вы думаете? В чем вот этот вот вверх ногами, вот этот прообраз как-то? Почему оно построено вверх ногами? Чем это царство отличается от других царств? Это, наверное, я не знаю, просто идея. Это когда на зло отвечаешь добру? Да. Это с этим связано? Да. А еще что? В местном доме, там с Богом Господом, там другие правила, не такие, как земные жизни. Да, да, да. Абсолютно верно. То есть царство, которыми правит мир, это страх, это угрозы, это людей запугать, им угрожать, ими манипулировать. Это так устроено царство, в котором мы живем. А вот царство Небесного Отца, оно построено на любви и справедливости, и самопожертвовании. Вот. И мне нравится, что такое есть понимание, что я очень люблю этот прообраз, что за правду убивают, а за истину умирают. И вот христиане, они, ну, вот как бы если мы возьмем христианство в том виде, в котором его преподал Иисус Христос, то это христианство, которое идет на самопожертвование ради блага другого. То есть суть христианства, описанного в Евангелии, в Библии, это самопожертвование для блага другого. То есть это не угрозы, это не... и так далее. Поэтому вот эта идея царства Бопьева, она вот... вот мы сегодня об этом еще будем говорить. То есть суть была в том, Христа, что у него не было цели завоевать силой землю. У него была цель завоевать любовью. И он это сделал. И мир очень преобразился, да. И там, где метод силы, он снова начинает возвращаться, там теряется сила Царства Божьего. Хорошо, друзья, я сейчас верну обратно слайды. И мы сегодня... сейчас немножко поразмышляем уже о библейских текстах. Сейчас мы перейдем к самой Библии и будем размышлять. Итак, мы сейчас прочитаем три библейских текста. И первый текст, который мы будем читать... Смотрите, вопрос, который я бы хотел, чтобы мы распознали в этом тексте. Вопрос звучит следующим образом. Что проповедовал и о чем проповедовал Иисус Христос? Вот такой вопрос. Что проповедовал и о чем проповедовал Иисус Христос? Давайте прочитаем первый текст и попробуем ответить на этот вопрос. Кто мог бы прочитать этот текст? Я могу. Ага, спасибо. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус к Галилею, проповедуя Евангелие о Царстве Божии, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус, идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человека. И они в тот час оставив свои сети, последовали за ним. Отлично, отлично. Друзья, давайте буквально две минутки посмотрим на этот текст. Я сейчас его заберу. Мы сделаем устный пересказ, ну, как мы его словили, да, как мы его запомнили, своими словами. И попробуем ответить на этот вопрос. Давайте две минутки просто просмотреть этот текст и сделаем его устный пересказ. Хорошо. Кто мог бы начать пересказ этого текста? Вот своими словами, что запомнили? Можно даже не в попад, можно там, ну, что запомнили? Кто хотел бы начать? Я могу начать. А что я запомнила? Там два брата, по-моему, ловили, не знаю, как их зовут, рыбу. И когда Иисус проходил вместо них, мимо них, вернее, он сказал, пошлите за мной, за мной будете вы ловцами человеков. То есть, это, я так понимаю, это были его апостолы первые, нет? Да, да. Это был апостол Петр, как его считает глава церкви, ну, как некоторые конфессии считают, как основной, и апостол Андрей. И считается, что апостол Андрей по преданию принес Евангелие славянским народам. И он, ну, по преданию считается так, что он поднялся по Днепру, аж туда, в сторону Новгорода, и он сказал, глядя на холмы Киева, сказал, что здесь будет находиться, значит, ну, центр христианства. Ну, такое предание есть. И он дошел аж до Новгорода туда, вот апостол Андрей. И, кстати, если вы слушали когда-то такую группу, вот я не помню, как это называется, в общем, про гулять по воде. Если вы помнили такую светскую, то это вот как бы про апостола Андрея, вот написано, это такая светская песня, ну, вот, в общем, про него. Спасибо большое, Анечка. Кто еще что смог запомнить вот из этого текста? Потому что приблизилось Царство Божие. Как по мне, Царство Божие, это Иисус Христос приблизился. Так, отлично. Да, покайтесь. Еще что-нибудь, может, можно было добавить? Так. Хорошо, друзья. Итак, возвращаемся к тексту. Молодцы. Хорошая память у вас. Вот. Итак, вопрос наш такой. О чем проповедовал? Что проповедовал? Что проповедовал? И о чем проповедовал Иисус Христос? Что проповедовал и о чем? Что приблизилось Царство Божие, да? Люда говорит уже. Так, смотрите, да. Приблизилось Царство Божие, Иисус проповедовал, но это больше отвечает на вопрос о чем, да? А что проповедовал Иисус Христос? Проповедуя Евангелие чего? Царство Божие. Да, видите, вот помните ролик, сразу вспоминаем, когда бежит вот этот вот посланник такой, бежит, ноги окровавленные, сбитые, он кричит, у меня хорошие новости, хорошие новости. Так вот, слово Евангелие, Евангелиеон на греческом языке обозначает хорошие новости. То есть, Христос проповедовал хорошие новости о Царстве Божьем. А в чем заключалась хорошая новость о Царстве Божьем? Вот хорошие вести, да? Что оно, что? Да, то есть, что Царство Божье приблизилось, вот оно уже здесь. То, чего вы так ждали, то, чего мы так ждали, вот Царство Божье здесь. Очень хорошо сказала Людочка тоже, по сути, во Христе, во Иисусе Христе, как в Сыне Божьем, оно и вошло в этот мир, это Царство Божье. Смотрите, а теперь вопрос, о чем проповедовал? Что мы поняли, проповедуя Евангелие Царства Божье? Он говорит, что исполнилось время и приблизилось. Вот это уже время, когда оно пришло. Теперь вопрос, а о чем именно вот Царство Божье? То есть, ну, какой месседж, какое послание этого Царства? В 15-м стихе. Покайтесь, веруйте в Евангелие. Вот, друзья. Ну, вот, например, давайте возьмем такой пример. Ну, допустим, я вам говорю, друзья мои, есть Америка. И вы такие, ну, классно, есть Америка где-то там за океаном, за Атлантическим. Ну, очень приятно, да? А теперь я вам говорю, друзья мои, хорошая новость. Америка не просто есть. Вы можете туда поехать без визы. И билет стоит один фунт. Ну, хорошие новости. Ну, они приятные новости. Ну, мне очень приятно. Было бы за фунт, значит, съездить в Америку, да, например. Так и тут. Вот представьте, это точно такое же мышление людей было. А, ну, мы-то знаем, что Царство есть. Но оно где-то там было. Оно где-то там, ну, далеко. А тут Христос говорит, ребята, оно здесь, это Царство. И чтобы вам попасть в это Царство Божье, вам достаточно всего лишь веровать в Евангелие, в эту Благую Весть. Это первое, да? Смотрите, первое, веровать в Него, в эту Благую Весть. И второе, покаяться. Смотрите, много верующих людей, да, много верят людей в Бога. Вот мы верим, ну, люди верят. Да, конечно, Бог есть. Есть какая-то вселенская сила, есть вселенский разум. Люди, многие знают о Боге, да? А теперь вопрос, достаточно ли знать о Боге, чтобы попасть в это Царство Божье? Из слов Иисуса Христа. Или еще что-то должно быть? Чуть-чуть погромче, пожалуйста. То есть, веровать и еще что-то, да? Я не услышал просто, я прошу прощения. Покаяться, абсолютно верно. Друзья мои, все это достаточно. Да? То есть, а что такое покаяться? Ну, веровать, то понятно. Верить, что вот Царство Божье, что есть Бог, вот оно приблизилось, в Христа верить, да? А что такое покаяние? Покаяние – это исповедание, осознание и изменение самого себя и своих дел. Да, то есть, это осознать себя грешником, да, что я не такой, я не пригодный к этому Царству Божьему, что мы грешники, я грешник, и попросить Бога простить меня и поменять меня и сделать пригодным для этого Царства. Понимаете, верующих много людей, а вот людей, которые пригодны для Царства Божьего, вот это немало, но немало. Вот давайте вернемся к нашей иллюстрации про визу и билет за один фунт. Ага, да, да, да. Вопрос. Просто только что возникла такая мысль, получается, например, когда с человеком ты говоришь, да, общаешься, или даже лично я, да, но чтобы сначала покаяться, да, нужно, ну, как бы осознать себя грешником, нужно понять, какое оно Царство Божье, да, его, как бы, как оно выглядит, что получается, что есть разница между мной и тем, что от меня ожидают, например. Ну, как бы иногда люди, наверное, это не видят, многие думают, что они хорошо делают, хорошо поступают, чем не каются. Да. Вот такой вот вопрос. Абсолютно верно, Людочка, абсолютно верно. То есть, как мне говорил один, говорит, а в чем мне кажется, я хороший человек, я никого не убил, я ничего не украл, но хотя украл, это такое, знаете, очень размытое понятие. Вот. Но вопрос в том, что если взять точку ноль нашей святости, вот здесь вот плюс, это наша святость, да, а вот это взять минус, то все люди, согласно Библии, а мы находимся все ниже минуса. Например, вот давайте возьмем, ну, какого-то маньяка, минус 100, допустим, он маньяк, убийца, там 50 человек убил. Вот точка минус 100, да, допустим, в беззаконии. Потом возьмем какого-то, ну, человека, который насмерть сбил другого на машине, не хотя этого, у него там по его греховности минус 50, допустим, то есть он ненарочно убил человека. Потом возьмем человека, который, например, вообще никого не убил, он просто украл два кирпича с завода, минус 30, да, допустим. Потом, который просто кого-то внутри в сердце осудил, то есть, друзья, все люди, они до святости не дотягивают. И теперь вопрос, сколько бы человек, насколько, то есть все люди, они не дотянули, все, все лишены и Божьи славы, все согрешили, в большей или меньшей степени. И царство, Евангелие царства, о чем говорит, что, друзья, Бог ждет вас в царстве Божьем, Он здесь вас ждет, но ни один человек своими добрыми делами попасть туда не может. И неважно, то ли мы говорим о маньяке, то ли мы говорим просто о воришке, либо просто о хорошем человеке, который, ну, хотя бы сделал один грех в мире, ну, один раз в жизни хотя бы один грех. И вот появляется тут Христос, который является вот этим мостиком между нами, здесь находящимися, и между царством Божьим. И по этому мостику мы можем по вере и через покаяние получить право во Христе получить вот эту вечную жизнь. И вот в этом и суть этого царства Божьего. Все, без Христа это невозможно будет сделать. Друзья, смотрите, мы сейчас немножко дальше об этом будем говорить еще. Теперь смотрите, давайте следующий текст посмотрим. Что говорится о царстве Божьем в молитве Отче нас? Вот сейчас мы немножко такой отрывочек прочитаем, молитва Отче нас. Что тут говорится о царстве Божьем? Готовы, да? Могу включать. Кто мог бы прочитать этот небольшой отрывок из двух стихов? Давайте я опять. Спасибо большое, Анечка. Пожалуйста. Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Так, отлично. Смотрите, Отче наш, все знают эту молитву, да? То есть она, это молитва, которая читается во всех церквях и храмах время, время или постоянное лет. И вот представьте, друзья, первая часть молитвы Отче наш, она имеет вот такое содержание. Давайте ее разберем. Что в молитве Отче наш говорит Иисус Христос учится с ним молиться? Что Он говорит в первой части этой молитвы? О чем мы здесь узнаем из этой первой части? Особенно кто еще не говорил? Ага, да, пожалуйста. Я не говорил, я не говорил, потому что я очки не взял, и я не вижу ничего. Ничего, 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 конечно. Первое, что мы прославляем Его имя, то есть мы говорим, что имя Твое, и говорим о том, что придет Его царствие, да, и что Он является всем могущим, что Его воля такая же и на земле, как и на небе. И далее мы просим, чтобы Он нас не вел в искушение и избавил звука. В принципе, все как здесь написано, так оно и есть. То есть я не знаю, что это объясняет. Да, абсолютно. Эта молитва самая основная, потому что она самая простая и не доносится основная суть христианства, да? Абсолютно верно. Абсолютно верно. То есть в этой молитве «Отче наш» вообще о ком идет речь, друзья? Может, Влад скажет или кто-то? О ком идет здесь речь? Кто такой «Отче наш» сущий на небесах? О ком это речь идет? Сы идет речь. Абатсай, небесный отец, Бог, да? Помните, мы пели вторую песню, там написано в этой песне был такой момент, что «Ты царствуешь, ты царь, да? Вот мы… А кто наш отец небесный? Помимо того, что он наш отец, кто он является? Царь, Бог. Царь, он царь, да? То есть представьте, наш отец небесный, помимо того, что он наш отец, он еще и царь. Вы смотрите, вот возьмем два мира, да? Вот мир земной, падший, земной мир, а вот мир небесный, небесный царства Божьего, царство Божье. И вот есть здесь трон, стоит на царстве Божьем, да? И на нем восседает кто? Царь. Царь. Бог, Бог-Отец, правильно? Бог-Отец. Смотрите, что в этой молитве, о чем идет речь? Он говорит, что вот это, вот это царство, это небесное царство. А почему Христос учит своих учеников молиться именно вот этой молитвы? Потому что, если мы посмотрим на земную нашу жизнь, скажите, а вам не кажется, что в нашей земной жизни повседневной ну не совсем ощущается присутствие Божьего Царства? Ну, мягко говоря. Ну, например, что в вашем понятии Царство Божье? Вот как вы его представляете? Чем оно отличается от земного царства? Что там есть такого, чего нету у нас здесь? Что ж там? Ой, не слышу. Я прошу прощения, не слышу. Радость и воля. О, так, радость. Радость. Воль. Воля Божья, да, воля есть Божья. Что еще? Ну, например, можно сказать, что в Царстве Божьем нету слез, нету горя. Это ощущение блаженства. Можно так сказать? Да. нету переживаний и забот. Нету переживаний и забот. Друзья, вы хотели бы побывать в Царстве Божьем? Ну, пойти в Царство Божье? Да. Я очень хотел, очень сильно. Смотрите, ну вот если мы посмотрим на нашу земную жизнь, а что у вас, вот, например, что нам в нашей земной жизни показывает, что, ну, как бы не совсем здесь Царство Божье есть? На что мы, что здесь есть такого, чего нету в Царстве Божьем? Заботы. Заботы. Что еще? Сначала, можно сказать, всего. Когда человек, на самом деле, он очень сильно делает акцент на себе. Я здесь еще отклонился. Были моменты в моей жизни. То, что я рассказывал вам, вы знаете, как бы вот, в этой ситуации, я очень сильно сделал акцент на себе, копаясь. И, вы знаете, я начал замечать, потом верю, вдруг даже открывал, что я начал становиться эгоистом. Все. И я перестал обращать, так как был обречен, перестал обращать внимание на людей, которые окружают тебя, и у них также не меньше проблем, чем у тебя, и у некоторых даже еще сложнее и хуже, чем у тебя, а ты. Я как бы благодарен Богу, что на тот момент он открыл глаза. И вот эти заботы, и когда я сделал акцент на себя, очень сильно я из-за этого раздражался, злился, потому что вопросы эти не решались. Когда просто слово Божие говорит, ищите прежде царствия, ищите, что это за вам, когда он начал просто искать Бога, а это все оставил, и благодаря вам, что поддерживали молитвы, вот, они очень сильно ощущались, вот, и просто жизнь пошла совсем просто по-другому. Спасибо большое, Иван, спасибо за свидетельство. Ну, мне лично кажется, что мне не нравится здесь на земле, то, что нам надо постоянно работать, развиваться, худиться, а я надеюсь, что там так не надо будет. Ну, получается, если ты ничего не делаешь, ты ничего не имеешь, нет результата, и это приводит вот к такому, где-то к кокаизму, где-то к проблемам и бла-бла-бла, и пошло-поехало. Ну, и это реально трудно балансировать, а там, я надеюсь, там сплошной баланс. Да, тяжелая работа, да? А что еще? Ну, я, например, думаю, что мы недавно читали, есть такая особенность нашей земной жизни, это смерть. Это смерть близких людей. Смерть, да? Что еще может быть такое, что нам показывает, что мы не живем в Царстве Божьем, но как бы здесь на земле. Это падший мир. Боль, нет? Боль, абсолютно верно, боль. Что еще может быть? Боль, страдание, да, то есть страдание, страдает человек. И не только человек, животный мир тоже. Страдание. Что еще? Смерть. Грех. Грех. Ага. Так. Потом болезни, да, болезнь. Люди болеют, люди, животные. Ну, то есть, друзья мои, можно, ну, если человек даже не верит в Бога, несправедливость еще. Что, Людочка? Несправедливость. Несправедливость, да, о, да, точно. Неравенство, да, такое, ну, несправедливость, несправедливость. Друзья мои, если даже человек не верит в Бога, то человек, который достаточно уже давно прожил на этой земле, он понимает, что что-то здесь не так. Что-то здесь поломано, да. Друзья мои, и последний момент, на который я бы хотел обратить внимание, то, что есть здесь на этой земле, вот этот, вот этот, вот, вот эта фраза, да, или вот эта предложение, часть предложения, что это, о чем это говорит? Воля. Да, будет воля твоя. Да. И на небе. Так, а что это значит для нас, живущих на этой земле? Как бы мы ни прыгали и ни старались, все равно будет воля Отца. Так, хорошо, спасибо, Анечка. А еще, как думает кто? К чему призывает Иисус Христос людей? Может молиться о воле Божьей, потому что я не думаю, что всегда воля Бога, потому что Бог дал нам свободу выбора. И Он допускает нам принимать собственные решения, поэтому, как бы, когда мы хотим идти за Богом, то нам нужно молиться, чтобы была Его воля и искать Его волю. Вот. Друзья мои, одна из самых больших проблем, с которой мы сталкиваемся, здесь живущие на земле, мы постоянно стараемся вершить нашу волю. Жить так, как мы хотим. Вам не кажется, вот эта проблема? Причем, эта проблема появилась еще в Эдемском саду. Когда пришел сатана и говорит Адаму, Еве и говорит, вы будете как Боги, вы будете решать, не Бог вам будет указывать, как вам жить, а вы будете сами себе указывать. Вы будете сами себе Богом. Вы понимаете, в чем проблема? И он говорит, да будет воля твоя на земле, как на небе. Вот тут проблемы с Божьей волей, здесь проблем нету сверху, потому что Бога все слушаются, он здесь царь, он совершает великие чудеса, дела и все. Он по своей воле. Но проблема в том, как это сказать, земные жители, они не хотят Бога слушаться, они хотят жить по своей воле. Скажите, вот это в человеке желание жить своевольной жизнью. Это хороший выбор или не совсем хороший выбор? Не слушаться Бога. Ну, к чему мы сейчас пришли? Не желая слушаться Бога. Как вы думаете, вот все у нас в порядке здесь на земле? Мне кажется, когда есть своя воля, но я просто вспоминаю свою жизнь, например, без Бога, то тогда получается, ну, все равно люди смотрят на кого-то. И своя воля строится на чьих-то мнениях, на каких-то принципах. Ну, она как-то все равно от кого-то. И люди много делают плохого, и ты повторяешь это. И в результате ты просто повторяешь, когда ты не знаешь, что есть воля Божья, тогда у тебя проблема начинается. Ну, да. Да, друзья, и смотрите, аборты, матеря-одиночки, дети без родителей, войны, бедность, это все результат своевольной выборы, своевольного выбора человека, жить не по Божьей воле. Вот я недавно такой прочитал, ну, интересно, такой факт, я не знаю, вы знаете это или нет, что сейчас в Роттердаме на судоверфях делается самая большая яхта, парусная, вообще частная, стоимость которая превышает 400 миллионов долларов. Значит, и что удивительно, что ее сейчас хотят спустить на воду, ее длина будет 100 метров, и как вы думаете, кто хозяин этой яхты? Не знаете, не слышали? Вот хотят сейчас спустить на воду в Роттердаме. Значит, хозяин этой яхты это Джефф Безос, который один из самых богатых людей на Земле, владелец Амазона, значит, он строит себе яхту за 400 миллионов долларов, друзья мои. 400 миллионов это просто лодка с парусами, и вплоть до того, что хотят разобрать даже мост, потому что она просто не выйдет из этого города, там старинный мост, ему где-то 100 лет. И я, знаете, когда услышал эту сумму, я просто совершенно, меня просто как вот обдало горячим кипятком, знаете, я думаю, стоп, ребята, люди умирают от голода, просто дети, есть дети, которые им есть нечего, есть страны, которые у них просто воды чистой нету, пить нечего, они умирают просто, понимаете, а человек строит себе лодку, как бы, покататься просто за 400 миллионов долларов, ну, то есть, вот это результат, на самом деле, вот, того, что в мир он сошел с ума просто полностью, ну, рехнулся на всю голову, извините за выражение, вот, ну, это всего лишь, ну, например, сегодня я узнал, что Илон Маск подсчитал, сколько будет стоить путешествие одного космонавта на Марс, вот вы знаете, сколько будет стоить путешествие одного туриста на Марс, вот вы не знаете сумму, я знаю сумму, так вот, Илон Маск, он говорит, стоимость путешествия одного туриста на Марс по сегодняшним расценкам будет стоить три триллиона долларов, три триллиона долларов, это три тысячи миллиардов долларов, это одного туриста запустить на Марс, теперь у меня вопрос, знаете, как, это мне нравится выражение одного ученого, он говорит, говорит, люди пытаются найти воду на Луне, хотя они могут и миллиарды долларов на это тратят, найти воду на Луне, друзья мои, воду на Луне, вы представляете, при том, что люди живут значит на Земле, я не помню статистику, люди, которые имеют доступ к чистой воде, здесь на Земле, это меньше 30%, вернее, только 30% жителей на Земле, надо проверить данные, имеют доступ к чистой воде на Земле, а люди стараются найти воду на Луне, в общем, очень много таких смешных вещей, смешных до печали, понимаете, до печали просто, почему, потому что люди не хотят жить по Божьей воле, они не хотят исполнять ее волю, теперь смотрите, я немножко сделаю сейчас завершение, мы перейдем к третьему слайду, итак, к чему призывает Иисус Христос своих последователей и учеников, он говорит, друзья мои, молитва очи наш, в ней заложено потрясающее ДНК, как сейчас модно и принято говорить, первое, это признать Божье владычество, что Он царь, что у нас есть Небесный Отец, Который сотворил этот мир, Он живет в своем великом, чудесном, прекрасном царстве, второй такой момент, надо мало того, что признать, что Он есть, надо поклониться Ему, ни себе, ни кому-то, то есть, вот как сказал Влад, очень правильно, он говорит, да светится имя Твое, то есть, святить Божье имя, признать Его владычество и поклониться Ему, третий такой момент, желать пришествия Его Царства, вот это, да придет Царство Твое, это не просто, знаете, как тост, такой, а чтобы у нас было здоровечко, а чтобы у нас все было хорошо, по сути, это вопрос какой, мы хотим этого Царства здесь на земле, мы хотим, чтобы Царство Божье пришло здесь на землю, не только там, где Бог находится, там, в Своем Царстве, и как это может прийти, Царство Божье здесь на землю, когда люди, вот в 10 стихе, да будет воля Твоя и на земле, как на небе, когда люди начнут исполнять Божью волю на земле, и тогда Царство Божье начнет приходить сюда, в чем Божья воля, Божья воля в том, чтобы люди покаялись и веровали в Евангелие, это то, с чего начинается Божья воля, в Деяниях Апостолов написано так, что Бог, ныне же Бог повелевает всем людям повсюду покаяться, это Божье повеление, Он приказывает людям покаяться, покаяться в чем? В том, что люди живут безбожной жизнью, вот в чем, и с этого начинается приход Божьего Царства, покаяния. Смотрите, друзья, переходим к третьему слайду. Вопрос перед третьим слайдом. О чем говорил Иисус с апостолами после воскресения и какое поручение дал им ученикам? Это третий слайд. Включаю слайд, да? Только сейчас я попрошу прочитать слайд того, кто еще не читал его. Анечка, спасибо, у тебя очень замечательный голос, кто мог бы прочитать этот третий слайд, этот библейский текст. Пожалуйста, Игорь, может быть, может быть, ты прочитал бы. Спасибо, спасибо. Первую книгу написал я тебе, Феофил, о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страданию своем со многими верными доказательствами в предложение 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. О, спасибо большое. Отлично. Продолжение. Продолжение 40 дней. Продолжение 40 дней. Итак, вопрос. О чем говорил Иисус с апостолами после воскресения и какое поручение дал Он ученикам? О чем Он говорил? После воскресения Он являлся апостолом полтора месяца почти. Уже когда Он воскрес 40 дней. О чем Он говорил с апостолами когда Он воскрес? Что, что, что? О Царстве Божьем. Абсолютно верно. опять Иисус говорит о Царстве Божьем? Хорошо. А какое поручение? Смотрите, вот Иисус, вот тут написано первый стих, да, сейчас, вот второй стих. До того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолов, апостолам, которых Он избрал. Какой у меня вопрос, друзья, что, какие повеления дал Иисус Духом Святым апостолам? Какие повеления? Что Он повелел своим апостолам, своим ученикам? Что Он донесли Любовь Божью, явленную на самом деле им, покаяние, прощение, что в этом заключается Его милость, если мы покаемся и по веру и по веру получается будет дано нам спасение. Ага, отлично. Любовь и Сыгна Божьей. Еще, пожалуйста, спасибо большое Иван, отлично. Еще, может, какие-то мысли, идеи, что еще повелел Иисус своим ученикам? А как вы думаете, почему Иисус говорил с ними снова? Ну, смотрите, Он три года жил с учениками Иисус. Он очень много их наставлял. И представьте, вот перед Своим Вознесением снова Он начинает говорить о Царстве Божьем. Почему? Почему Он это делает? Людочка, извини, пожалуйста, я не уловил еще раз. чтобы еще раз как бы делать наголос на то, что это очень важно. Да, абсолютно верно. Вот представьте, умирающий человек, да, вот умирает человек, и Он говорит, хочу тебе сказать перед смертью напутственные пару слов. Друзья мои, этот человек в конце своей жизни перед смертью скажет самое важное, самое, знаете, это вот уже как бы концентрат вот всего важного, вот с того, что было сказано, и представьте, Иисус перед тем, как уйти к небесному Отцу, следствие Деснули, да, как мы читаем Библии, Бога Отца, Он снова говорит о Царстве Божьем, потому что эта тема была центральная в проповеди Христа, и вот как сказал Иван, Он дал поручение ученикам нести это слово о Царстве Божьем в люди, и помните великое поручение Иисуса Христа, Итак, идите во все народы, научите, крестите их во имя Отца и Сынского Духа, уча их быть послушными всему тому, что я вам передал, да. Так вот, друзья мои, Иисус Христос дает ученикам поручение идти и учить все народы возвещать Евангелие Царства Божьего о том, что оно приблизилось, Иисус его принес это Царство Божье, и если человек будет веровать и покаяться и креститься и будет веровать, он будет спасен. И это самая великая новость, которую человечество должно узнать. То есть есть свет в конце туннеля, как говорится, в хорошем смысле этого слова. Друзья мои, кто-то, смотрите, вот у нас сейчас последний слайд, что я буду делать. Я бы хотел дать буквально минутку подумать сейчас, такую паузу выждать. Давайте немножко подумаем сейчас, такую небольшую паузу и поразмышляем вот на чем, о чем. Что я буду делать, что для меня было открытием вообще сегодня, я просто удивился, или напоминанием, что мы сегодня изучили, и что я планирую исполнить в моей жизни. Вот такой вопрос, что было для меня напоминанием или открытием, и что я планирую сделать. у меня вопрос. Будут ли у нас пять минут хотя бы в наших общениях для вопроса? еще в конце. Я думаю, Людочка, я думаю, что мы можем сейчас ответить на этот слайдик, да? и мы можем... Я маленький. Да, я хочу, но вот это в тему прям, просто он возник. Давайте, друзья, сейчас, Людочка, чтобы мне, я немножко переживаю, чтобы нам фокус не сбить сейчас, что пока свежо в памяти, а может быть все-таки по одному тезису поделиться, какое было открытие, и как, может быть, я планирую, вот, из того, что мы прочитали, вот, то может просто поделиться, что я узнал или я вдруг вспомнил об этом, и я бы хотел, хотела вот это попробовать или исполнить в моей жизни. Ну, как бы, вот такое вот есть предложение об этом поделиться. Сережа, я хочу сказать, ни один человек своими добрыми делами не может попасть в Царствие Божие. Так, отлично. То есть, добрых это дел недостаточно? Да, и? И, и, и. ты знаешь, вот тут вот такой момент, просто когда, ну, во-первых, надо уверовать, молиться, да, я, я хочу вот даже от себя сказать, все равно молюсь, все равно, но у меня нет достаточно веры все-таки какой-то, как говорится, когда все хорошо, молиться очень хорошо, да, и верить хорошо, когда все классно, а когда очень плохо, очень сложно верить, ну, не очень плохо, а когда вот очень много испытаний, и на самом деле, вот даже для меня, вот у меня такой тут вопрос, я вроде понимаю, вроде стараюсь, но я не думаю, что я достаточно сильно стараюсь, вот так, то есть, там, даже Библию тоже читать, да, то, что сегодня я даже послушала, это все равно, как бы, относится к чтению, я считаю, но сколько, как часто я это делаю, то есть, там, тут зависимости от чистоты, все-таки, все равно мы все люди грешные, все стремимся, и как бы ты каешься, но я говорю, для меня очень сложно, вот, вера очень часто вот так пропадает, когда много испытаний идет. Я бы сказал, Анечка, может быть, как вариант, это даже не сколько пропадает, сколько ослабевает, да, то есть ослабевание веры. Это, я скажу, такой хороший момент, пока другие сейчас друзья думают, я буквально Анечке один маленький такой момент поделиться, мне нравится, когда пришла одна женщина, и говорит, Иисус задает ей вопрос, веруешь ли? И она говорит, верую Господи, но помоги моему неверию. Вот, друзья мои, без Христа мы ничего делать не можем, без Божьей помощи ничего. Вот, поэтому, я думаю, что Анечка, это хорошее у тебя сердце перед Богом, осознавать, что без Бога я не смогу. И, наверное, это даже больше, знаете, как блаженные нищие духом, ибо они Богом узрят. Знаете, когда ты чувствуешь перед Богом вот эту свою неспособность, нищету, это самое правильное состояние, где я говорю, Господи, помоги. Я не могу, ты помоги. Вот поэтому, вот такой. Друзья, кто бы хотел еще поделиться, что узнали, что напомнили, и как я, может, что-то хотел бы исполнить. Может, Влад хотел бы, да? Ага, отлично. Давайте, я, по поводу испытаний, но все-таки, мне кажется, что это идеал, нас испытывает, да, чтобы мы отвернулись от Господа Бога, да, и искушения вот эти, да, он дает. но все-таки, мне кажется, выход в покаяние, да, все-таки, признавать свои грехи, которые мы совершаем так или иначе, потому что все мы грешны, и да, в нашем мире, в современном, мы не можем быть совершенными, потому что бывают такие ситуации, когда нет объективного выхода, когда ты не можешь сделать все по-правильному, да, как говорил Господь, ну, потому что, ну, у нас сейчас такой мир грешный, вот, но все-таки, мне кажется, выход в покаяние, признание грехов, которые мы совершаем, и старание делать себя лучше, вот, и приходить к какому-то идеалу, возможно, вот, когда мы врем, мы сейчас споем, вот, ворачивание. Спасибо большое, Влад, спасибо. Хороший такой, недавно читал пример, который говорит про испытания. вы знаете, что самая большая подъемная сила птицы идет, когда ветер дует в лицо. Вот, когда птица взлетает, вы никогда не обращали внимания, как чайки взлетают? самолеты, чайки, они всегда идут на взлет на встречном ветре. То есть, подъемная сила встречного ветра настолько мощная, что, то есть, всегда идет взлет очень стремительно, именно на встречном ветре. Поэтому, друзья, когда вы чувствуете давление испытания, которое вам давлеет в лицо, так вот, поверьте, что это самый лучший способ для духовного роста. И если вы доверитесь Богу верой, то просто у вас будет очень мощный такой рывок вверх. Вот. Это такая мысль. Друзья, кто бы еще хотел поделиться, пожалуйста, что я буду делать? Сказать вообще по поводу, на самом деле, всех вот этих испытаний, если взять за основу Библии, то от Якова там говорится, что по желаниям, да, Бог никого не испытывает, но человек по желаниям своим, да, как бы, бывает, испытуем, как бы, это такой кратственный, сегодня свидетельство, по-быстрому расскажу, сегодня нашел карточку, и, ну, у нас в Беларуси занес бы банку, и знал бы, что бы отдали человеку, здесь как поступать, я не знаю, но при этом, что было искушение, можно пойти что-нибудь купить в магазин, да, и как бы, и выкинуть, никто ничего знать не будет. На самом деле, я благодарен Богу, что я молился, и просто, а те, что делать, и принялись только одно простое решение, решение, что если, где бы я ее не оставил, да, ее кто-то другой возьмет, однозначно не хозяин, купит что-то, я просто взял ее, поломал, и выбрисал мусор, человек себе сделает целую карточку, но деньги его будут целые. Царство Божье, Иван, это значит, что Царство Божье пришло в этот мир. Слава Богу, друзья мои, чтобы по теме, вот мы сегодня прочитали три библейских текста, очи наш, чтобы мы, как бы, от темы немножко не отходили, по теме, что вы узнали, что вы хотели применить, вот. У меня заострилось внимание о том, что свидетельствовать людям, вот это, что это главная воля Бога, ну, сначала самому, да, потом другим говорить, и второе, очень полезная информация, в плане, ну, когда я еще описала это, я вот смотрю, ну, как бы, хорошее напоминание, как бы знать вот это, как мы сегодня распороложили информацию о том, чтобы вдруг говорить, вот просто вот то, что мы сегодня говорили, сказать другим людям даже, вот какой мир земной, какой небесный, да, и что нас может ожидать, и что нам нужно сделать, вот как бы вот маленький лист, ну, вот. И третье, я задам все-таки свой вопрос, я уверена, что ты быстро просто ответишь. Засчет Царство Божие уже пришло. Я просто помню, есть такой стих в Библии, что не надо вырывать плохой ну, что, плеви, а делай только хорошее, да, но не трогай то, что плохое. И у меня вопрос, мы просто говорим, ты сказал такую фразу, что Царство Божие уже пришло, да, когда мы делаем то, что волю Бога, когда мы делаем волю Бога, тогда получается, как бы, Царство Божие приходит на землю, и в будущем. Вопрос в том, что получается, что в будущем, да, когда вообще все закончится, там, некие откровения, я не знаю, есть такая возможность, Царство Божие будет и здесь тоже. Или мы куда-то там будем, ну, вот такая она, знаешь, но мысль все равно. Да, есть такая наука, называется наука эсхатология, это наука о последнем времени, и есть такое понятие, называется миллениум, это миллениалы, ну, не вернее, миллениум, да, это тысячелетнее царство. То есть, вообще-то, мы, читая Библию, есть, ну, Библия говорит о том, что, вероятнее всего, после пришествия Иисуса Христа будет Царство Божие, где будет править Христос, Церковь и Израиль на протяжении тысячелетий. Здесь на земле, да. Окей, И написано, что змея будет играться с ребенком, что ягненок будет играться с львом, то есть, не будет зла, не будет ненависти, смерти, что юноша будет, юноша будет, столетний человек будет выглядеть как юноша. Вот об этом, ну, Библия говорит, что будет вот такое время, и это будет Царство Божие. Вот, это, ну, в общем, ну, это отдельная тема, но потом... О том, чтобы Царство Божие пришло на землю, и получается, что мы как бы зовем сюда, чтобы все-таки здесь Бог Царство Божие... Да, да, друзья, на самом деле... На самом деле... Да, оно, смотрите, сейчас Царство Божие, оно как бы, во-первых, оно в наших сердцах расширяется, мы, Дети Божьи, расширяем Царство Божие в нашем сердце, а потом, где мы находимся, мы освещаем это место нашими поступками. Вот, как Иван сейчас поделился, он сломал карточку, тем самым он показал, что он, Дитя Царства Божьего, и он не будет поступать так, как бы поступил человек, не живущий по Божьей воле. Он бы просто украл эти деньги, если бы он был человек не по Божьей воле. А так как он Дитё Божье, он не может украсть деньги. Он не хочет... Он поступил, как Дитё Божье. Вот так. И вот, если нас, христиан, станет много, которые мы будем исполнять Божью волю, вы представляете, как мир поменяется? Если мы будем поступать по совести и по Божьей воле, как мир будет меняться. То есть, вот в этом, как бы тоже... Есть ещё одно. Спасибо. У меня есть, что я буду делать. Теперь, после всего этого, я буду Дитём Божьим. И приносить Царство Божье на землю. Людочка, я больше того скажу, ты уже Дитё Божье. Да, 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 да. Ну и делать поступками. И носить Тарство Божье на землю. Будем усиливать вот этот фланг, как говорится. Друзья, смотрите, времечко поджимает. Я думаю, что... Можно я? Да, пожалуйста. Я написала, что я буду искать возможности на этой неделе говорить о Царстве Божьем с людьми. Я вот, кстати, хотела сказать, когда мы начали эту серию групп, да, таких, то я, в принципе, ну так стараюсь с людьми, ну, когда есть возможность говорить на такие, какие-то неповерхностные темы. Ну, то есть специально останавливаюсь и даю, знаете, даю людям время. Ну, классно. Ну, то есть я на работе посмотрела. У меня такая сотрудница, я с ней работаю три года. Мы никогда с ней не говорили. А тут она мне так открылась. Рассказала про своего отца. Я думаю, что значит, когда ты просто свободен, available, да, чтобы слушать, чтобы говорить. и вот, так что, вот это мое решение. Ну, а на этой неделе хотела бы именно про Царство Божье. Ну, то есть, людям перспективу показывает того, как Бог задумал. Да, 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 Хорошо, друзья, все, все сказали, да, все, кто хотели. Виталий не сказал. Ты говори. Я только слушаю, внимание. Виталий, дорогой, поделись. По Царстве Божьем. Слушайте, да? Надо, для себя делал вывод, что надо больше углубляться в познание Христа и применять это на практике. Отлично, отлично. Сегодня у меня был интересный опыт. Я сегодня разговаривал с одним парнем. Он очень хорошо Анечку знает, они с одного города. И вы знаете, так удивительно, мы просто разговаривали, знакомство было, общались с собой. И он в конце мне говорит, Сергей, скажите, а вы пастырь? Я говорю, да. А можно вам один вопрос задать? Я говорю, можно. И он немножко мне рассказал свою жизненную ситуацию. Вот, друзья, мы просто знакомы были буквально минут 20. И представьте, человек мне рассказывает свою жизненную ситуацию. И в этот момент я начинаю молиться, говорю, Господи, что мне рассказать этому парню, Сергею, как мне ему помочь? Я чувствую, что я, ну, чтобы по сердцу. И у нас беседа продлилась на 50 минут, почти на час. Жанечка заходит и так мне там знаки подает. И вот после этой беседы, ну, я его выслушал внимательно ее историю, потом поделился своей историей, потом поделился, что Бог, как создал этот мир, как раз о Царстве Божьем говорил. И он мне потом пишет сообщение, говорит, Сергей, вы знаете, мне стало намного легче. Говорит, меня просто отпустило. Ну, видно, парень немножко переживает, у меня там жизненная ситуация. Что бы я хотел чем поделиться и вам пожелать и себе. Когда приходит момент, и иногда такой момент, вот ты не знаешь, что человеку сказать, просто в этот момент коротенькую молитву про себя. Господи, что мне сказать этому человеку? Бог нам поручил делиться Евангелием Царства Божьего, что Бог любит нас, что Он отдал Сына Своего на крест. И если затруднение, помолиться. И Бог даст какие-то хорошие идеи. Вот, поэтому тоже я вот, то, чему вас учу, сам стараюсь это практиковать. Вот, и молюсь, чтобы Бог употреблял меня для своей славы, вот, людям, которым нужна надежда. А надежда только может быть во Христе, во Иисусе. Вот, быть полезным для Царства Божьего. Вот, хочу просто быть для Него полезным. Сколько Бог дает жизни и дыхания в ноздрях, знаете, сколько есть жизни. Вот, быть вестником Божьего Царства здесь, на этой земле, и говорить о Христе, об этой надежде. Вот это хочу. Хорошо, друзья, что-то еще? Пока ничего. Смотрите, у меня есть такое предложение, давайте мы сейчас помолимся, я включу песню, и вы можете либо об этой песне немножко попеть, спеть ее вместе с нами, да, со мной, либо если уже времечко там уже не дает, то просто уже можно будет беседовать, собираться, ну, в общем, вы сами решите. У меня есть предложение помолиться вот, об этой теме и спеть в конце. Хорошо, друзья, давайте мы сейчас помолимся. Я все не знаю. Спасибо.